Как посадить огурцы на рассаду правильно. Каким будет урожай огурцов и будет ли он получен вообще во многом зависит от качества рассады. Любители этой культуры успешно получают урожай, выращивая огурцы не только на огороде, но и в квартирах. Как посадить огурцы на рассаду правильно, какие условия необходимо соблюсти и не сделать ошибок, что советуют овощеводы-любители. С многолетним стажем об этом рассказывается в статье. Какие факторы влияют на развитие огурцов? Независимо от того, где будут выращиваться огурцы, в теплице, парнике, открытом грунте или дома, на подоконнике или балконе, нельзя забывать основные характеристики этой культуры, особенности ее роста и развития, предпочтения и требования. Огурец – теплолюбивое, светолюбивое и влаголюбивое растение. Предпочитает плодородную почву, богатую питательными веществами. Совершенно не переносит сквозняков. Культура не терпит загущенности посадок. Лучше развивается и влагоносит при вертикальном расположении плетей. Огурец требует формирования куста. При неблагоприятных условиях растения подвержены заболеванию мучнистой росой, белой и серой гнилью, антракнозом и некоторыми другими. Наиболее урожайные сорта – самопыляющиеся гибриды с женским типом цветения. Рассада огурцов для выращивания в открытом грунте. Сроки посева семян на рассаду для открытого грунта зависят от климатических условий конкретного региона. В средней полосе России это 15-25 апреля. Семена для посева нужно брать крупные полновесные. Не рекомендуют использовать семечки, полученные из плодов урожая прошлого года. Огурцы на заметку. Идеальный возраст семян огурцов для рассады – 2-4 года. Но при условии правильного хранения в бумажных пакетиках, помещенных в стеклянную банку при комнатной температуре, схожесть сохраняется в течение 10 лет. Сначала семена откалибровывают, опускают в 5% и краткий раствор соли на 20 минут. При этом мелкие и поврежденные семена всплывут, а полноценные осядут. Качественные семечки протравливают в марганцовке и замачивают в растворе симуляторов роста, требуя инструкции. Затем для получения дружных всходов их выдерживают в воде в течение 2 часов при температуре 60 с. После этого огурцы начинают раньше плодоносить и увеличивают количество завязей. Подготовка семян огурцов к посеву после прогревания семена помещают во влажную ткань до полного набухания на 2 суток при температуре 20-25 с. Для повышения холодостойкости будущей рассады проводят закаливание, для чего семена помещают в холодильник. Это способствует появлению быстрых и дружных всходов. Семена готовы к посадке, посадка и уход. Субстрат для посадки готовится из огородной земли перегноя и песка 2-2-1. Рекомендуется также добавить стакан золы и немного истолченной яичной скролупой. Песок можно заменить опилками. Огородную почву необходимо пропарить, чтобы уничтожить грибки, вызывающие болезни рассады. Все ингредиенты надо тщательно перемешать и пролить горячей марганцовкой. Подготовленной землей торфаны и стаканчики или другие контейнеры наполняют на 3 четвертых почву уплотняют. Для рассады также подойдут керамические или пластмассовые цветочные горшки, торфаны и таблетки, пакеты из-под молока или обрезанные пластиковые бутылки. В них обязательно надо сделать отверстие, чтобы не скапливалась вода и даже самодельные стаканчики из газеты. Посев семян в стаканчики, семена заделывают в грунт на глубину 1,5-2 см, поливают теплой водой, накрывают прозрачным материалом и ставят в теплое место. Когда через 3 дня появятся всходы, пленку снимают, удаляют ростки с уродливыми семидолями и выставляют рассаду на подоконник. Температуру снижают днем до 18-20 см, ночью – до 15 см. По мере роста всходов грунт добавляют до семидольных листочков, но так, чтобы земля их не касалась. Это даст увеличение массы корневой системы. Многочисленные маленькие пупырышки на стволике растения – это будущие корешки. Они прорастут при подсыпании почвы и общая корневая система значительно увеличится. Важно! Нельзя допускать сквозняков, растения заболеют или погибнут. Для повышения влажности воздуха возле рассады ставят банки с водой или кладут на батарею кусок влажной ткани. Когда развернутся семидольные листья, всходы аккуратно поливают теплой водой 26-29 см ежедневно. Через 5-6 дней начнут развиваться настоящие листочки. Рассаду надо начинать подкармливать органическими удобрениями – птичьим пометом, разведенным час 20 минут или коровяком в час 10 минут. При их отсутствии используют минеральные вещества 15 г суперфосфата и 10 г калия на 10 литров воды по 3 чайной ложки на каждое растение. Вторая подкормка осуществляется за 2 дня до высадки. 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия разводят в 10 литров воды. Высадка в открытый грунт. Рассаду с 4-5 листьями высаживают в открытый грунт в возрасте максимум 25-30 дней. Переросшие саженцы медленно приживаются поздно, вступает в ладоношение и рано его заканчивают. В средней полосе России высадку производят 10-25 мая в зависимости от конкретных погодных условий. Главное правило температура почвы должна составлять не менее 16 с. Высадка рассады в открытый грунт за 2 суток до высадки огурцов в грунт рассады готовят грядки. Специалисты советуют выращивать огурцы на теплых грядках. Для этого снимают 25 см почвы и наполняют раншеи измельченными сорняками без корней семян, сухой травой, сеном. Посыпают мочевиной. Сверху укладывают 15-сантиметровый слой навоза, уплотняют. Засыпают навоз огородной землей и накрывают пленкой. За 2 дня грунта сядет и грядка будет готова. Сажать рассаду лучше утром или в пасмурную погоду. За полтора часа до высадки рассаду надо хорошо полить. Лунки делают глубиной 10-12 см, располагая их через 30 см. Их обеззараживают раствором марганцовки. Тарфаны и стаканчики ставят в углубление так, чтобы они были на 1 см выше уровня почвы. Это поможет избежать черной гнили. Лунки засыпать и полить водой, чтобы не было пустот. Растения нужно обязательно поливать при посадке, даже если идет дождь. Огурцы можно посеять непосредственно в грунт. В отготовленной грядке надо сделать бороздку, пролить ее водой и выложить сухие семена. Канавку засыпают перегнуем слоем 2 см и укрывают пленкой. Этот способ хорош тем, что растения не испытывают стресс, неизбежны при пересадке и быстро развиваются на постоянном месте роста. Грядку мульчируют 5 см слоем скошенной травы, это защитит грунт от высыхания. Полив производят под корень теплой водой, не меньше 25 см. Важно! Не рекомендуется поливать огурцы на ночь, поскольку при высокой влажности и снижении температуры растения поражаются ложной мучнистой росой и паутинным клещом. Высаженную рассаду накрывают пленкой, натянутой на дугах или 5-литровыми пластиковыми бутылками с обрезанным дном и снятыми крышками. Укрытие снимают, когда ночью температура воздуха составит 16 см. Грядку мульчируют 5-сантиметровым слоем скошенной травы или опилками, это защитит грунт от высыхания. Уход за рассадой в открытом грунте. В процессе роста растения несколько раз подкармливают настоем коровяка, куриного помета, перебродивший травой с добавлением золы. Также с интервалом 10-15 дней проводят внекорневые подкормки, чередуя комплексные удобрения по инструкции с мочевиной 1 чайная ложка на 10 литров воды. После внекорневых подкормок огурцы меньше поражаются мучнистой росой, улучшается их развитие и увеличивается урожай. После полива в почву в междурядиях следует рыхлить на глубину 5 см, поскольку корни у огурца слабые, расположены в верхнем слой почвы, который быстро иссушается. При перепадах влажности почвы происходит сбрось цветков и завязей, образуется много уродливых плодов, ухудшается качество огурцов. Рыхление же способствует сохранению влаги в грунте. Огурцы в открытом грунте важным агротехническим приемом является формирование куста. Для ускорения плодоношения в нижней части себля выщипывает рычку роста 3-4 зачатков стеблей с цветками. Это будет способствовать хорошей проветривой эмости себля и уменьшит риск заболевания прикорневой гнилью. В средней части главного себля также прищипывают отрастающие боковые побеги, оставляя один лист и один огурчик. Формирование куста обеспечит активное развитие плодов на боковых побегах, где и созревает основной урожай. Располагать огуречные плети лучше вертикально, подвязывая их к шпалерам или давая возможность ползти по сетке, установленной вдоль грядки. На подвязанных огурцах даже в жаркую погоду листья не вянут, что наблюдается на растениях, лежащих на земле. Растения на порах ниши поражаются ложной мучнистой росой. Выращивание огурцов в домашних условиях Многие любители огурцов получают урожай не только во время дачного сезона, но и зимой и ранней весной в квартирах, причем им удается вырастить зеленцы к определенной дате, например, к 23 февраля или 8 марта. Чтобы добиться таких результатов, необходимо знать, как посадить огурцы на рассаду правильно дома. В домашних условиях лучше сажать ранние, теневыносливые, самопыляющиеся сорта. В домашних условиях лучше сажать ранние, теневыносливые, самопыляющиеся сорта. Семена надо обработать марганцовкой, выдержать в растворе соколой и проращивать между двумя слоями влажной льняной салфетки. Можно использовать сложенную в несколько раз туалетную бумагу. Совет. Лучшее время для высадки, когда росток составляет половину длины семечки. Дома огурцы растят в больших емкостях, подойдут пятилитровые ведра или ящики. Контейнер засыпают землей на три четвертых и высаживают два семечка с ростками на глубину 2 сантиметра. Для грунта смешивают в равных долях огородную почву, ее необходимо предварительно пропарить землю для комнатных растений и речной песок. Также добавляют 1-2 стакана золы. Емкость накрывают прозрачной пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Когда появятся ростки пленку снимают, а контейнеры помещают на подоконник. По мере роста всходов подсыпают субстрат, пока он не сравняется с краями емкости, а ростки будут заглублены по семи доли. Росткам требуется обильный полив теплой водой 3-4 раза в день. Переувлажнение и пересыхание грунта недопустимы, будут осыпаться завязи. Ежедневно следует опрыскивать листья, поскольку они испаряют большое количество влаги. Кроме того, при сухом воздухе существует опасность появления клеща. Удобрять рассаду начинают при появлении первого листа, при этом применяют раствор нитроаммофоски. Затем раз в 10 дней огурцы подкармливают квасом. Для его приготовления литровую банку наполняют на 1-4 бородинским хлебом, а на 3-4 отстоянной водой. Содержимое банки периодически перемешивают, чтобы не образовывалась лесень. В начале цветения применяют комплексное удобрение. Удобрение огурцов огурцы в квартире сажают с середины января. Период вегетации составляет 40-45 дней. Ясно, что в условиях короткого светового дня рассаде необходима дополнительная подсветка, иначе растения будут вытягиваться. Для подсвечивания применяют фитолампы, а также используют другие приспособления. Например, рекомендуют со стороны комнаты прикрепить горшкам зеркальную пленку так, чтобы она на 20-30 см выступала над посадками. Это создаст дополнительное освещение и будет служить отражателем тепла. Для хорошего роста огурцов и удобства ухода за ними вертикально подвязывают веревки по одной для каждого ростка. Можно установить садовую пластиковую сетку и развести по ней плети. Огурцы не любят тесноты. Когда стебель вырастет до высоты окна, прищипывают верхушку основного побега. Для того, чтобы питание поднималось до верха растения, удаляют боковые ростки у самого основания кустика. При появлении цветков нужно связать три нижних листа с завязью, иначе огурцы вырастут деформированными и будут мешать росту всех завязей выше третьего листа. Усики тоже удаляют, поскольку они забирают энергию. При правильной посадке и уходе огурцы будут радовать хорошим урожаем полезные советы овощеводов для того, чтобы избавиться от большого количество пустоцветов, не используют свежие семена, огуречные грядки не размещают в тени и не сажают растения ближе, чем через 30 сантиметров. Полезно прищипнуть верх стебля над пятью-шестью листом для образования цветков женского типа. В жаркие дни конструкцию с огурцами защищают от палящего солнца нетканым материалом. Один край полотна закрепляет в верхней части шпалеры, другой пускают свободно вниз. Чтобы материал не касался листьев и не повреждал их под него подставляет подпорки. Защитную стенку нужно натягивать со стороны наиболее активного солнца. В пасмурную погоду полотно заворачивают наверх. Интересен метод посадки проращенных семян в яичную скорлупу. Верхнюю ее часть снимают, а внизу протыкают три-четыре отверстия. Скорлупки ставят в ящик с компостом, выравнивают и заполняют их на двумя третьими грунтом. Внутрь помещают семечки с ростками, засыпают на один сантиметр компостом, поливают, укрываются луфаном и ставят в теплое место. Когда наступает время посадки в открытый грунт, проращенные огурцы высаживают в отготовленную грядку, осторожно удалив нижнюю часть скорлупой. При таком методе огурцы вырастают крепкими и здоровыми, не заражаются мучнистой росой и другими болезнями. Вопрос, почему горчат огурцы, волнует многих. Причиной может быть наследственное свойство сорта, в основном это старые сорта. Поэтому лучше выбирать гибриды, они не горчат. Если семена заготавливаются самостоятельно, брать семечки следует только из передней части плода, примерно две трети его длины. Из семян, взятых около плодоножки, огурцы вырастут горькие. В жару и при недостатке влаги в почве и в плодах скапливается горечь. Частый и обильный полив под коренью методом дождевания обеспечит формирование сладких плодов. Продолжение следует...